Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Да благоволит к нам Господь! С вами Джон Клюкер и Игорь Бабас. Привет и от нас к вам. Ну, первое, что я хочу поздравить всех, завтра будет праздник воздвижения Креста Господня. С наступающим всех праздником! Крест Господний, Господень, Спаситель Вселенной. Все с праздником! Так, а сегодня у нас 26 сентября 2015 года. Вот сейчас буквально минуту назад закончился дождь, и нам возможность снять на улице удобно. Приветы для вас. Так, привет Евгению ТН, а ты дальше читай по очереди. Валентине Федоровне и Ольге Ивановне. Большой вам привет! Большой привет! Здоровья и счастья! Николаю Викталию Зубреву. Дальше. Рябову Константину. Ой. Сергеевичу. Сергеевичу. Из города Елабуга. Елабуга. Желаем вам любить только... Желаем вам обловить только крупную рыбу. Крупную хорошую рыбу. Андрею Волкову. И Татьяне Волковой. Живите дружно и счастливо. Всего вам хорошего! Алексею Растягину. Из поселка Нахабино. И его жене Рушане Филюшкиной. Дальше. Роману Седову. Большой привет и хороший! Дане Зайцеву. Вот это ты давай читай. Да. Дане Зайцеву. Большой привет тебе. Всего самого хорошего! Максиму Чикатилову. Большой привет. Большой привет. Так. Дальше. Сейчас. А так там тепло на улице, да? Тепло на улице. Хорошо. Также поздравляем с днем рождения Зарину. И посылаю вам... Нет, нет. Ты не поймешь, что я там написал. А, хорошо. И посылает вам свою любовь Альфис с Казахстана. Карагандинская область, город Сарань. Большой привет. Да. Большой привет вам, Зарина. С днем рождения. С днем рождения. Дальше. Привет Ольге Орловской. И также я передаю всем своим друзьям привет ВКонтакте и ВОДНОКЛАСНИКА. И поздравляю с днем рождения. Сегодня, 26 сентября, день рождения у моих друзей ВКонтакте. Это Евгения Кузина, Михаила Прокопьева и Михаила Рождествена. С днем рождения. С днем рождения. Happy birthday to you, да? Happy birthday to you. Счастья вам финансовой независимости. И всего самого хорошего. Да. И любите Бога, не забывайте. Так. Еще привет Дмитрию Наткину. Большой привет. Да, большой привет. И отдельный привет Мурсалу Агаева из города Баку. Большой привет Мурсал Агаев. Обнимаем тебя. Обнимаем и целуем. Целуем. Да, ну и ты чмоки будешь? Передавай. А что, давай. Как в походе, да? Ладно, чмоки в следующий раз. Обнимаем всех. Обнимаем. Или все-таки передай? Давай чмоки передам. Да давай, Грибобаз. Грибобаз, дай мне эту книжечку. На, подержи, я хочу зачитать кое-что. Держи крепко. Давай, давай, пускай. И смотри, ага, чтобы нас было видать. Ага. И чуть-чуть выровни, вот так вот. О, молодец. Вот у меня такая книжечка есть. Ларец духовной мудрости. Хочу вам зачитать одну штуку. А, и позднее Грибобаз расскажет, как он ездил в Лабутнанге. Как ты ездил там, в общем. Ну, первое, что тут интересно. Тут вот эта книжечка называется «Поучение святых отцов и подвижников благочестия». Так, первое, что вот. Первое, зачитаю, это, допустим, как жить, по какому пойти пути. И вот первое, что тут написано. «На земле нужно жить только для неба». Преподобный Анатолий Оптинский. А вообще это я сейчас хочу зачитать вам о том, о семейной жизни. Вот я сейчас зачитаю. Тут о семейной жизни, в общем, о многом есть разные высказывания. Вот так. Так. «Чтобы супружеская чета шла вперед, ей нужно иметь общего духовника. Ибо тот подобен плотнику, желающему подогнать две доски, срубив наросты, он строгает доски, выравнивает их и потом соединяет между собой. Старец Паисий Святогорец. Абсолютное доверие – это основа верной любви. Тень сомнений разрушает гармонию семейной жизни. Верная жена своим характером и поведением доказывает, что она достойна доверия мужа. Он уверен в ее любви. Он знает, что ее сердце неизменно предано ему. Страста терпится царица Александра. В каждом доме бывают свои испытания, но в истинном доме царит мир, который не нарушит земным бурям. Дом – это место тепла и нежности. Говорить в доме надо с любовью. Страста терпится царица Александра». «Друг для друга вы должны быть примерно в кротости и незлобе, покорности Божией воли, терпении и уповании. Помогайте друг другу, берегите друг друга, снисходите один к другому, покрывая немощи друг друга любовью». «Святой праведный Иоанн Кронштадтский». И сейчас вот еще одно высказывание. Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Либо вас вот так подними. Либо же рука. Рука устала, да? Да. Так. Во. «Оказывает друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляет из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий, от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб. Страста терпится царица Александра». Ну вот еще зачитаю. «Когда жена становится помощницей». Тут есть интересные еще вот такие высказывания. Хочу прочитать обязательно. Ну, послушайте. «Хочешь, чтобы жена повиновалась тебе, как Христу повинуется церковь, заботься и сам о ней, как Христос, о церкви». Святой Иоанн Златоуст. Нужно советоваться с женой в своих делах, в своих планах, доверять ей. Может быть, она и не так, как он смыслит в делах, но, возможно, сумеет предложить много ценного, так как женская интуиция часто срабатывает быстрее, чем мужская логика. Страста терпится царица Александра. «Уважай жену, и она не будет нуждаться в уважении от других, не будет нуждаться в одобрении других, если будет пользоваться твоим». Святой Иоанн Златоуст. «Имей жену подругой и с сильной любовью заставляй ее быть себе покорной». Святой Феофан Затворник. «Как стать хорошей женой? Когда муж раздражен, уступи ему, а когда утомлен, помоги ему нежным словом и добрыми советами. И укротитель львов не силую усмиряет разъяренного зверя, у которого в бешенстве прерывается дыхание, но укращает его, гладя и приговаривая ласковые слова. Святой Георгий Богослов». Вот, жены, имейте в виду. «Если знание – это сила мужчины, то мягкость – это сила женщины. Страснотерпица царица Александра. Украшай лицо целомудрием, скромностью, милостыней, человеколюбием, любовью, приветливостью. Вот краски добродетелей, ими ты привлечешь любовь не только людей, но и ангелов. За них восхвалит тебя сам Бог. Когда же Бог будет благоволить к тебе, то, конечно, Он привяжет к тебе и мужа. Святой Иоанн Златоуст. Ну, на этом вот высказывание я закончу. Очень полезная эта книжка. А сейчас Гриб Вас расскажет, как ты ездил в Лоботанге. Ну, это… Давно уже было. Давно-давно. Расскажите немножко, что как там. Мы, короче, ездили, это я и Николай. Ну, мы ездили в Северо, мы ездили за рыбой за самой. У нас было пять мешков, большие такие, из-под картошки. Там килограмм по множеству, там килограмм по 200. Ты в самом городе вы не гуляли? Гуляем в самом городе. Мы-то приехали, но там остановились в поселке. А там жил один мужчина, у него был сын. Ну, сыну же было 27 лет. Ну, он женился, уехал. Вот. Мы живем его. И Николай с ним чуть-чуть не поругался. Давата Гриб Вас, подробности эти не расскажешь. Ну, короче, потом пришли мы на речку. Ты расскажи, что там понравилось тебе? Или ты уже забыл? Да я уже не помню уже это. Давно уже было. Ну, вот ты рассказывал, как вы рыбу покупали. Вот. Мы пришли на речку. Там сидели, наверное, 15-20 рыбаков местных. Как они называются? Курили или как там они называются? Нет, эти. Ненцы. А, Ненцы. И, наверное, коми еще, да? Да, и коми. Ну, там много. Мы подошли, там сидел, человек, два-три, так вот. Там такие, как дырки во льду. И там рыбу ловили. Мы подходим с Колей. Там я, Коля, мол, рыбу. Он, ребята, ставьте литра водки, вам рыбы будет много. А рыба была хорошая. Там Харис, Иналима, большая рыба такая была. Ну, мы здесь бегали, купили, короче, мы, это, литра водки. Нам рыбу давали. И, короче, нам давали два меска рыбы там. Короче, мы на водку меняли. Да, мы на водку меняли. Рыба была много, рыба была хорошая. Ладно, а сам город ты не помнишь? Ну, город не помню уже. Ну, вот. Город не помню я уже. Охота съездить в Лабутнам. Мне тоже в Лабутнамке съездить. Поездку эту. Ну, в самом городе побывать. Рассказать вам, дорогие зрители. Ну, все, до свидания. До свидания. Всего хорошего. Удачи. Спасибо.